Сейчас расскажу, как я готовлю кочерыжки броколь. Понятно, что верхушки я использую в салатиках всяких разных. В данном случае я его не готовлю. А это же не выбрасывать этот. Так его есть, конечно, кочерыжку плохо есть. А я ее варю. Сейчас расскажу, как я ее варю. Короче, это я курицу варил для салата с брокколи. Но если я не поленюсь, посмотрите там в описании. Я ссылку на этот салат. Это любимый салат сейчас ноября-декабря 2021 года у жены. В общем, нам нужно просто воду закипятить. В данном случае у меня тут остался коренный бульон. Я вот ее, видите, кочерыжку вдоль напополам разрезаю. Чтобы она лучше варилась. И кидаю ее так вот в воду. Ну, тут у меня куриный бульон. Как бы куриный бульон? На самом деле он не бульон. Там я воду вымывал несколько раз. Мы просто кидаем в кипящую воду. И буквально капельку соли туда этот. И накрываем. Ставим, чтобы она закипела. Так, это она. Я изюмно салат запариваю. Чай тропический дело. Так. И вот она у нас сейчас закипит. Мы дождемся, когда она закипит. Поставим на самый маленький огонь. Накроем крышечкой. И дадим провариться этим кочерыжкам целых 13,5 минут. Но сначала они должны закипеть. Салатик мы сделали. У нас, видите, эта фигня закипела. Мы делаем огонь на маленький. И накрываем крышечкой. И 13,5 минут засыпаем. Так. Прошло наши 13,5 минут. Нам нужно вытащить наши брокколи. А вытащим мы его так, чтобы они немножко у нас потеряли воду. Вы спросите меня, а как вам запомнить, что именно 13,5 минут? Как я вот эти все цифры в голове держу, если я не веду никакой тетрадки? А я вам скажу, это элементарно. Это 13,5 минут, это на полторы минуты больше, чем выход первого космонавта в космос, Леонова. Но это не тот Леонов, который пасть порву моргалов, а космонавт Леонов. Первый раз он вышел в космос 12 минут. А варим мы брокколи на полторы минуты больше, 13,5 минут. Вот так мы его и достаем и переворачиваем вот этой фиговиной вниз. Немножко, чтобы они у нас, на дуршлаг я вложу на пару минут, немножко, чтобы они у нас стекли. А стекли, потому что нам не нужна тут лишняя вода. Ну, вода нам нужна, потому что мозг на 80% состоит из воды, но в брокколи нам вода не нужна. Алло. Ты что, встал? Да, я встал, да. Что ты включаешь? Нормально все, да? Да, все нормально, да. Все, пока. Все, давай. Так. Жена прозвонила, проконтролировала, чем я занимаюсь. Вот так мы перевернули. И вот так немножко оно сейчас у нас должно остыть. Так. И теперь мы идем за кетчупом, шашлычным. Вот у нас есть шашлычный кетчуп и возьмем его немножко, размешаем соевым соусом. Это мое изобретение, мешать шашлычный кетчуп с соевым соусом и сбрызгивать какую-нибудь овощную фигню отварную, которая лежит на тарелке. Мне надо торопиться, потому что через 20 минут уже у меня должен быть на работе. Погода там вроде нормальная. В Португалии, кстати, погода является уважительной причиной того, что у человека не приходит на работу. Так, ну, в чем это мы смешаем? Мы возьмем, наверное, чашечку, плюхнем туда кетчупа немножко и соевого соуса, капельку. И теперь это мы все перемешаем. Ну, можно, кстати, эту жидкость было и использовать, типа суп не доварить, но мы это не будем делать. И теперь я все-таки решил немножко добиться от него поверхностного хруста. А для того, чтобы добиться от нашего брокколи поверхностного хруста, нужно нам его присыпать немножко мукой и обжарить на растительном масле. Так, для этого мы берем, включаем сковороду. Сковороду мы не включаем, мы ее ставим на плиту, а включаем мы газовую плиту. Газ включаем и чуть-чуть капельку растительного масла. Так, берем наши брокколи, вот они немножко у нас уже подсыхают. Берем немножко муки. Я муку не солю и перец не добавляю, потому что мы используем кетчуп, да еще и соус соленый. И вода, если вы помните, у нас была немножко подсоленная. Сейчас мы ждем, пока вот эта фигня у нас этот, как его, нет, это нагреется. Так, берем, обволакиваем нашу эту фигню брокколи в муке. И выкладываем это все на сковороду. Никакого яйца нам не надо, потому что мы не делаем кляр. Нам надо просто немножко его подсушить на растительном масле. Ну, понятно, что большого хруста с него не получится. И вот так переворачиваем этой стороной внутрь. И обжариваем с каждой стороны на большом огне буквально по полторы минутки. Сейчас поделаю руки, помоем. Так, смотрим, что у нас через полторы минуты. Ну, то есть на среде, какая у нас красота получается. Переворачиваем и полторы минуты еще на другой стороне. Так, ну, пока оно там у нас жарится, мы возьмем тарелочку, положим на низ какие-нибудь листики, салата. У меня в данном случае шпината. Потому что для красоты эта зелень у нас жареная, ну, не зелень, это капуста, овощи. А эта зелень у нас свежая, как бы. И сочетание свежей, и вареной, и этой, и хоть где-то какая-то свежина будет. Так, катастрофа. Остается 14 минут. Так, ну, напомню, что это у нас смесь соуса и кетчупа шашлычного, который мы так сбрызнем в наше блюдо. Кстати, кетчуп, кто не знает, в 19 веке продавался как лекарство. Поэтому в 21 веке мы его тоже изъедим как лекарство. Ну, не мы, а я. У меня все, где находятся помидоры, для меня лекарство. Это у меня просто такая специфика моего пищеварения, что я люблю томатные продукты. Так, что у нас тут? О, отлично. Ну, еще 30 секунд. Ну, сковорода у нас и так горячая, можно ее заранее отключить. Так, ну, ладно. Считаем, что они прошли эти 30 секунд, по полторы минуты. То есть, 13 с половиной минуты мы отварили, и полторы минуты пожарили. С каждой стороны сбрызнув этим мукой это. Ну, не сбрызнув, присыпав мукой. Вот так я без всяких рукоприкладств мою плиту, ой, плиту, сковороду, когда она сухая. Так, и теперь мы нашу берем и так сбрызгиваем кетчупно-соевым соусом. Ну, то, что осталось, вы не переживайте, но употребиться в другой будет. Сейчас небольшая фотосессия, и потом дегустация. Но фотосессию вы не увидите, это я. Ну, и дегустация. Конечно, можно, как в лучших домах Парижа, взять нож, вилочку, и вот так. Вот так, всякие кусочки вот так резать. Ну, первый кусочек мы все-таки попробуем, как в лучших домах Парижа. Вмачиваем соусы и смотрим на запах. Пахнет брокколи и соевым соусом. Кетчуп запах тут не сильно дает. Она, это, на вкус. Слышите, как и хрустит и тает во рту. Офигеть. Ну, не буду я себе утверждать с этой фигней. Лучшими домами Парижа. Мы просто открываем по шире рот и впихиваем нашу капусту туда. И пережевываем. Волшебство. Пару листиков шпината, надо съесть. Настоящая вкуснотища. Так что, вот так, я употребляю по своему собственному рецепту кочерыжки от брокколи. Ну, верхушки же не попадают в салат, а вот эти кочерыжки мне. Очень вкусно. Бесподобно. Всем всего хорошего. С вами был я. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...